Просто забивать одно строение за другим, но это очень опасная сторона такая. Некоторые команды за это платились картами, когда у них не получалось спушить, они просто проигрывали. Можно взять хорошего, просто полноценного героя в легкую, который пофармит. Желательно, чтобы умел сокращать дистанцию до снайпера, это тоже довольно важно, потому что до снайпера нужно добираться, снайпера нужно будет убивать. Либо герой, который покупает блинк в потенциале, либо какая-то спектра, которая нажимается в ультимейт сразу возле снайпера, оказывается. До снайпера можно добираться здесь и эрспиритом, и если вдруг все-таки Рубик выфармит себе блинкдаггер, в чем я очень сомневаюсь, потому что это Рубик пятой позиции, то можно будет и им пытаться цеплять. Ну, понятное дело, это будет слишком поздно. То есть это еще старт в секунду, в полторы, то есть не очень контролит снайпера. То есть нужно какой-то конкретный корр герой, который бы за время действия того же телекинеза или камешка Атера Спирита давал какого-то дэмеджа. Появляется герой, это фантом ланцер, вот Бейл хороший выбор. Да, вот он сокращает дистанцию действительно до снайпера, делает довольно уверенно за счет фантом раши или за счет доплгангера. Поэтому все круто. По драфту OG мне нравится больше. Ноутейл еще и любит блинк на этом поле собирать. Действительно против снайпера может тоже смотреться весьма-весьма неплохо. Итак, LGD против OG. Очень важный матч для обеих сторон. Мы с вами готовимся смотреть его прямо сейчас. Уже игроки готовы переноситься на карту, расселись по своим персонажам. Да, все-таки Мэйби играет на снайпере. Это снайпер в мидллейн Эми на лайфстилере, как раз-таки на легкую линию. Ну и вроде как других вопросов по лейнингу у нас не имеется. Ну, чалис на паке, понятное дело, справляется именно в сложную. В сложной линии ему придется стоять против Ноутейла вместе с Флайем и, может быть, вместе с Джерексом. Для пака это не самая приятная ситуация, потому что линия против Ферр Спирита заранее проигрышна. Для подобного персонажа это все-таки Сайленс. Это все-таки огромное количество контроля. Там можно и застанить. И если по тебе прилетает стан, потом Сайленс, то очень-очень неприятно потом хоть каким-то образом жить. Точнее, очень сложно выжить. Очень проблема. Жить-то приятно, но не всегда получается. Ну что ж, мы готовы наконец-таки смотреть. Очень интересно, когда будет линия в центре. Лишак против Снайпера. Не часто такое встретишь в последнее время на про-сцене. Ну, то, что и сам Лишак тоже не гостит, скажем так, в играх. Если появляется, то появляется. Ну, редко. Какие-то команды позволяют себе выбрать такого персонажа. Потому что он все-таки довольно мягкий и им нужно уметь хорошо исполнять. Ну, и Снайпер тоже у нас не изобилует. Поэтому Снайпер против Лишак. Линия, которую мы видим сейчас очень редко. Тем интереснее за ней будет наблюдать. Оба героя подвержены гангам, да. Оба героя довольно мягкие на старте игры. Поэтому от действий того же Aero Spirit, от Jerox или от действий Tasca в руках LGD судьба коргероев зависит. Фактически судьба мидеров. Интересные забеги под смоками. Пока мы видим из той и с другой стороны. Поставили в арте LGD. Забегают за спину. Забег. F5 его, конечно, возглавляет. Это правильно. Но Телло очень хорошая позиция. В Рошпите его так сразу не увидишь. Тоже ждут противника. Так, но вот сейчас, если Сфо будет подниматься на пригорок, у него могут быть большие проблемы. Сфо выходит и прямо на оппонента. А то ему пятеро встречают отличные шарды. Сфо без шансов на спасение. Это будет First Blood за команду LGD. Причем Снайперу достается от убийства. Неплохо. Пробежали, сделали минус. Главное успеть сейчас быстро до баунти дойти. Тоже очень важно. Потому что там уже занимают позиции ребята из LG. Баунти они отдавать так просто не захотят. Так, F5. Пытались катиться хоть на кого-нибудь. На имя в итоге вкатились хорошие шарды от F5. А можно будет, может быть, еще и кого-то здесь забрать. Jerox. Очень больно. Jerox нужно за Фокси. Jerox убили. Доппель от PL. Он, конечно же, сбрасывает с себя Керст Краун. Но телепорт от KD-60 через 2 секунды. Понятное дело, он сможет уйти на ТПшке. Но уже огромное количество ресурсов теряют здесь игроки команды LGD Gaming. Точнее, извиняюсь, игроки команды... Да, да, да. Или подождите-ка. Да, игроки команды LG, боже мой. Все-таки даблкил от LGD. Не то, чтобы даблкил для одного персонажа, но все же минус 2. 2-0 и... Да, один из них FB и на танго развели. И, в общем, действительно, провели очень неплохой отрезок времени на старте этого матча. Ребята из LGD Gaming. Ну и посмотрите, как линии у нас распределились. Довольно интересным образом. Эйму поставили LGD наверх. Такой хардовый, ластильный при поддержке суппорта будет. Может быть одного, может быть двоих. В центре вообще OG решили поставить бестмастера против снайпера, а не Лишака. Лишак у нас пошел в хард. Вот так вот стоять против внезапно пака. Вот такие линии у нас получились. Да, забавно. Попытались вот таким образом. СФО... Ну, не то, чтобы увезти измит. Да, он сам по себе, конечно, оффлейнер. Мы это прекрасно понимаем. Но вот Лишак оффлейн это какая-то такая заготовочка от команды LG, похоже. Ну, мне кажется, что тут все-таки уже действовали по линиям команды LGD Gaming. Потому что Лишаку против снайпера стоять очень неприятно. Тот же самый бест может стоять против него намного лучше. И Мэтт на него сразу же и садится. Соответственно, наверху, мне кажется, что единственная выигрышная линия для команды OG. Потому что внизу есть пак. И пак ты никаким образом на Лишаке не убьешь. Пак это тоже неприятный персонаж против СФО. По нему ты как минимум в стану не попадаешь. Просто потому, что он использует арбу, использует тот же самый шифт. И не подставляется, если вдруг что. Я вот сейчас пытался стан провязать. Челайс развел. Есть стан. Попадает все-таки. Ну, тут очень легко, на самом деле, разводить пак. Потому что ты делаешь замах. Анимация каста на стан у Лишака довольно большая. И пак просто вынужден использовать шифт. И, соответственно, Лишак видит, как шифт заканчивает. Сразу использует свой станчик и ловит этого пака. Размены здесь могут быть. Потому что два суперактивных героя, которые у всех нюки. Это какой-то дэмэдж магический или физический. Если мы про диаболики говорим. И здесь даже один против одного они могут друг друга убивать. Вопрос, кто лучше рассчитает свой запас здоровья. Кто лучше раскидает свои способности. Теряет все-таки координацию самую малость Челес. У него есть некоторые проблемы с Лишаком в этом плане. Потому что тут, во-первых, анимация каста Лайтинг Шторма. Она примерно такая же, как анимация каста первого. Скилла, то бишь, стана от Лишака. И если ты прожимаешь рана... Покин Мэд погибает. Такие, да, отличный выпад получился от команды LGT Gaming. Ну, собственно, я продолжу свою мысль. Если ты прожимаешь свой шифт рана, то тебе просто потом залетает стан. Если ты прожимаешь поздно, то ты, понятное дело, просто попадаешь под этот стан. Попадаешь под Лайтинг Шторм. И в итоге огромное количество дэмэджа на себя принимаешь. И в этом плане есть сложности игры на паке против того же самого Лишака. Ибо ты, как-никак, остаешься на одном и том же месте после шифта. И сложно, сложно это исполнять. Но если исполнить на все 100%, если под максимальной концентрацией, скажем так, отыгрывать, то пак должен все же лидировать на этой линии. Но пока мы видим, что Лишак добивает 11 скрипов. У пака, конечно, 14. Но еще учитывая, что это для Лишака Африки сложно. Лидий как не крутит. То есть ему нужно выходить куда-то далеко из-под своей вышки. И любой ТП там к паку от того же Роспирита и будет смерть. Так, поцепили еще и Эми. Эми получает стан. Нет, его не получает, потому что прожал во время свой рейдж. Флай. Очень много дэмэджа выходит от Иксного. Но есть фласка, фласка, он сейвится. Залетит ли последняя тычка, тычка взлетает. Пытается сделать Иксного телепорт отсюда, но нет. Ты уже, дружище, не в шиду. У Реалны по тебе взлетает огромное количество дэмэджа от Ноутейла. Сильный герой, конечно, этот Фея. Убивали его фактически трое героев. Били с руки, а он все равно смог там спрятаться в Шадоу Реалм. Добить одного персонажа, забрать с собой в таверну. И потом уже погибает сам. 4-1 пока ЛЖД. В общем, неплохо стартует, надо отметить. Да, и пак свою линию держит хорошо. И снайпер в центре вроде тоже развлекается. Бесмастера, очевидно, не прогонишь просто так с линии. Но они его разок убили. И при этом снайпер еще и больше крипов добил. Поэтому здесь ЛЖД тоже преуспели, скажем так. Поэтому счет вполне закономерный и оправданный. 4-1. Ну и Асфо. В принципе, Лешак стоит неплохо. Лешак вот уже сравнялся по количеству добитых крипов с паком. Причем с Денайл еще и больше. Попытался сейчас попасть станом по Чалесу. Еще его немножечко пробить. Асфо мана только лишь кончается. Это единственная проблема. Второй раз выходит на Бесмастера. И второй раз получается его забирать. Все. Вместе со ФВА ему мэйби. Опять-таки, если мы сравниваем Таск и Эрв Спирит как двухчетверок. Пока мне Таск нравится больше. Потому что лучше он перемещается по карте. Больше полезных действий. И в центре убийство Бесмастера. Это на самом деле очень важный элемент. По одной простой причине, что ты сбиваешь Бесмастера все возможные тайминги. Здесь Бесмастер не оффлейнер. Здесь Бесмастер мидер. От мидера, как мы знаем, требуется большего. Чем просто купить какие-то когда-нибудь некрономиконы и доминатор. Здесь требуется именно тайминговая покупка этих айтемов. Если его будут раз за разом убивать. Бесмастера, соответственно, все тайминги нарушатся. Поэтому ЛГД делает правильный упор на центральный коридор. Ну что ж, счет 5-1. ЛГД. Нужно попытаться все же каким-то образом примерно с такой же тенденцией продолжить. Но преимущество по золоту всего лишь одна тысяча. Убийства до 10-й минуты решают не так много. И нужно подсобраться в команде ООГ и все же попытаться в мидгейме это дело вытаскивать. У них есть ПЛ. Если ПЛ быстро сделает себе Дефюжил Блейд, то здесь может получиться весьма неплохо, потому что дэмэджа тут внести можно огромное количество что по снайперу, что по тому же сам Ластилер в некоторых ситуациях. На Чалеса вышли. ПЛ все-таки стянулся вниз. Но Чалес просто спокойно на арбе уходит. Раскинул свой Вонинг рифт. И никто ничего сделать дальше не смог. Все-таки Рубик сначала прожал свой болт. Вместо того, чтобы сразу кастовать Телекинезис. И наверняка это была ошибка от Флая. Можно было все-таки пакать здесь цеплять. Как-то подстанно от Лишака комбинировать. Дабл дэмэдж в итоге для Мэда. Сфо пошел гангать. По этим дэмэджам на сложной линии стоять. Хочется выйти в спину снайпера. Снайпер убивать нужно. Это правильно. Так, атакуют сами ребята из LGD сейчас. Но Бол отлично. Ну там 4 героя команды OG. Станн шикарно. Просто под камешек накрывают двоих OG. Замечательный ганг получился. И конечно не было шансов для спасения абсолютно никаких. Да, конечно, с другой стороны ресурсы потратили. Да, то есть персонажи-часы, скажем так. Они вышли вчетвером сюда. Не фармили и так далее. Но убийство полезное было. Снайпера минусо-0. Теперь нужно срочно вернуться на топ. Потому что там уже активно фармит Ластиллер. Если не ошибаюсь. И соответственно набирает свой фарм. Очень серьезно. Эйм. ПТ у него уже имеется. А что он там будет? Выходить в Аквиллу какую-то? Забавный выход. Да, Аквиллу Ластиллера. Очень интересно. Возможно после этого сделает Radiance. Вот вообще вопрос в том, будет ли это дефолтный билд с армлетом. Или все-таки Радик собирает себя Эми. Сейчас очень интересно знать, какой теперь билд является дефолтным. Я бы даже сказал, что дефолтный билд теперь с Radiance. Потому что появляется много чаще, чем тот же армлет. Хотя вот на этом турнире, конечно, армлетов тоже довольно много было. Были и армлеты, и Radiance одновременно. Такое тоже бывало. Да, друзья. Троечка в чат, если вы... Привержится армлета четверочка, если вы вдруг любите Radiance. А почему не галочку какую-нибудь? Почему троечка и четверочка? Что это за цифры такие внезапные? Ой, Праймл Рором накрыли. Фуа, топорики полетели. Вот она реализация Праймл Рора. От Бестмастера и его ультимейт наконец-таки в ход пошел. Ну, четверочка — это смысл жизни. Это Хвост, это Лил, это Роджер. Вот что для тебя смысл жизни. Каждому свое. Dreamcoil. Так, разперед разорвал цепь, но ничего страшного. Бак тоже свой ультимейт использовал. Ну, для того, чтобы убить, а для того, чтобы просто спастись. Экономика полностью выровнялась, мы видим, да. То есть, несмотря на то, что в начале ЛЖД доминировали. Там 5-1 был счет. Сразу три хороших врага от команды OG. И, пожалуйста, все сравнялось. Да, Эм перетянулся вниз. Это действительно Аквилла, и после нее будет Радианс. И только-только начинает свой путь к этому далекому-далекому Радиансу. Эйм, еще и непочатый край фарма. Но против Белла это в любом случае нужно. В это время есть наверху все-таки ганг очередной удачный от команды LG. Они смогли забрать Лежака. Ну и Сак выходил туда, видимо, все-таки хотел как-то заагрессировать. Пытался прожать Стан. Стан, причем, может быть, даже попал по-двоим. Но в итоге не хватило дэмэджа от данного героя. Даже ульту свою он, насколько я понимаю, скорее всего, жал. Но там пока еще все не так больно кастуется. Так что... Умирает Лешак. Мэтт продолжает набирать золото с этой карты. Но без мастера все действительно не так хорошо. Давайте посмотрим на Творс. На Творс можно глянуть, там все будет видно. 3100 это худший результат среди всех кор-героев, конечно. Отставание не такое уж и большое. 3200, 3300 я вижу на Творс. Но кор-герои команды LGD фармят просто лучше. И особенно снайпер, наверное, смущает больше всего. У ТНС там здорово расстрелял парень на снайпере в той карте. Я просто победил противоположную команду. Здесь нечто подобное может у нас получиться. На снайпера нужно обращать внимание. Его нужно убивать. Его можно убивать. Это самое главное и есть чем. То есть куча станов, куча контроля, куча магии. Всего это снайпер сильно боится. Но пока каким-то образом он же до него не добирается. Ну, сложный ганг ведь мэйби. Если он стоит потерянным тавером, он особо-таки далеко от него не выходит. И туда может быть в любой момент телепорт от той же самой Дарквиллу, от того же Тускра. В это время наверху файт. Неплохо. Прэмал-ролл залетел. И пака все же получается законтролить. Очень хорошо отыграли OG. Ну, не то чтобы хорошо кнопки надо было там. Не то чтобы тут целая наука, чтобы кнопки правильно прожать. Но не ошиблись. Ни в коем случае. Хотя бы так. Хотя бы так получается забирать пака. Для S4 это первая смерть. Мне нравится вообще как бестмастер в руках Факин Мэда. Это в плане как гейммейкера, да, какого-то, что пошел в центр. И просто бегает и делает какие-то киллы. И использует праймал-рор по кулдауну. Это очень важно. Главное, что в цели, конечно, поинтереснее находить для убийства. То есть пака убивать здорово, но надо еще лайфтиллер каким-то образом найти и снайпер. Снизу атака на Нотейл. Нотейл делает ТП. Знает, что больше сбить нечем. Дримкоилл уже был использован. Благополучно уходит. Нарвется, конечно же, ультимейт пака. Но рвется уже на базе. И дэмэджа не хватает для того, чтобы пробить Апэла. Но Эмми слишком толстый. Эмми пока нечем убивать до появления диффузов уж точно. Но, конечно, стандарт залетает от Джеркса уже неплохо. Неплохо дэмэдж наносится. Но Апэл его просто не пробьет никаким образом. Там еще трючка имеется. Против Иллюзии он очень хорошо работает. Иллюзии вообще практически Эмми не дамажит. Ну и что же далее будет делать С4? Ну, в общем, вопрос. Он планирует собрать себе Бладстоун на Лишаке. Хороший выбор. Понятно, что Лишаку нужен Бладстоун. И раз уж у С4 все было довольно-таки неплохо на линии, он занимает второй нетверсот в своей команде. Пытается выйти сейчас на Мэйби. И Мэйби может быть даже получиться сейчас соло оформить. Работает в диаболике. Получается убить Мэйби, но сам отправляется в таверну. В любом случае это размен в пользу команды OG. 600 голды дают за снайпера. Снайпер все же самый богат в персонажной карте. И Лишак его забирает. Лишак становится примерно таким же, но тоже не фармит 20 секунд. Что-то такое странное исполнил снайпер сейчас. Он видел, что Лишак на него бежит, он остался на месте. Такое ощущение, что Лишака убежал вообще, когда тот что-то начал кастовать. И, соответственно, приближаться к Лишаку нельзя. Там раскачаны нюки, он тебя молниями подзамедлить, а более какие-то подробят ультимейт. Ну, видимо, думал, что кастуется стан. Там было действительно похоже. Нет, это да, я имею в виду в тот момент, когда он у него первый раз бежал по стану еще. Там снайпер даже не пытался убежать, он просто стоял и смотрел на этого Лишака. И по итогу погиб. Это такой легкий фраг. Вот мы говорили о том, как убивать снайпера. Вот так легко и просто можно убивать снайпера. Лишак заходит на хайграунг и убивает снайпера. Изи. Знаешь, такое ощущение, что все-таки думал, что какой-то тиммейт к нему прилетит на мидллейн и получится забайтить этого Лишака. Но в итоге слишком много дэмэджа и дэмэдж не рассчитали. Тиммейт прилетел, но засейвить не получилось. Очень нужный фраг был на снайпера. Сбили ему темп. Он теперь уже не первая строчка по нетворсу. И Лишак, видимо, почти догнал. Разница буквально в две сотни колды. Ну, такие темповые герои, как Урса, снайпер, еще кого можно назвать, бистмастер тот же самый. Очень важно, чтобы лейнинг стадия прошла хорошо и дальше получала что-то делать. То есть тут не только лейнинг стадия важна, а важно также еще, чтобы после этого с командой была игра, ну, строилась как минимум довольно-таки агрессивно. На ПЛ тут пытается просто своими иллюзиями Брамбл и Мейс кидывать. Но это уже не имеет, конечно, никакой логической нагрузки. Закидываются шарты. Неплохо. Увидели Мэд, увидели Флая. Закатываются на Флая. Флая тут 100% убивает. Дэмэдж от снайпера залетает. Пытается Нотейла также еще и зацепить. А Нотейл под Доплен Ван Даме просто прожимает Доплен Ганги, разбрасывает себя все и пытается уйти. Но есть еще и ультимейт атака. Телепорт кастуется, успеют ли сбить. Залетает также еще и Террорайс. Это минус Нотейл. Минус 2 в исполнении команды ЛЖД. Дабл килл для снайпера. Мне кажется, сполна сейчас снайпер окупил ту свою смерть. Красавчиков Фай. Вот мне интересно, он либо это почувствовал, то, что противник там в лесочке сидит, либо просто так, знаешь, прочекал. Потому что эти шарды, они настолько разоблачили команду ЛЖД, что они потерялись. Они не знали то ли теперь драться, то ли что делать. Погибл один герой, погиб второй герой. И там все начинание ЛЖД ушло в молоко практически. Да, ЛЖД сделали два очень полезных фрага. Ой, Брамал Мейз все-таки работает по Ир Спириту. Но есть Брамал Рор в ответ. Дарквиллу очень быстро убивают. Что ж, дальше. Выйти бы на мидл линию, сломать бы там тавр. На самом деле можно будет уже с диаболиками это СФО практически в соло сделать. Но подходят крипы. Придется самую маус подпушить. Чуть больше времени теряют. Ну, в любом случае, Мейбе перетягивается наверх и будет дальше фармить. Этот снайпер доделывает себе, что Хрекин Пайк будет собирать следующий. Матимум. Ну, это прям стандарт для снайперов. Купил с первого МОМ, ускорил на свою скорость фарма, соответственно. Ускорил скорость фарма. Ускорил свой фарм, конечно же. Дальше Драгон Ленд, чтобы увеличить дальность атаки. И, соответственно, стоишь где-то там издалека. И сквистиков постреливаешь по противнику с таким атак-спидом. Можешь отстрелять практически любого. Ну, вот опасная ситуация для Эми сейчас. Мэд вместе с Флаймом, вместе с Джерексоном на нижней линии. Хотя не так-то уж опасно, потому что это не совсем те герои, которые могут Лайфстиллера очень быстро пробить. И Праймал Рорка дэшится. Ждут Праймал Рора. У Мэда Праймал Рор появился. Сайлент пошел по Лайфстиллеру. Есть также еще и ультимативная. Но успел поражать Рейдж. Лайфстиллер просто делает отсюда тп-аут. Успеет ли сбить? Не получается сделать абсолютно ничего. Ну вот, вот такой персонаж. Еще и Мереско тоже уходит в Шедуу Реалм. Возможно, скастуют свой тп-аут. Но нет, Шедуу Реалм заканчивается очень быстро. Эту Мереско все-таки смогли забрать. Ильшак, это весьма неплохой герой против Дарквиллу. За счет того, что у него огромное количество кастов, которые бьют через Реалм. Это и ультимейт, это и первый скилл, и диаболики. В общем, почти все. Все, кроме молний. Да, чудом, конечно, Лайфстиллер здесь остался в живых. У него тот самый опасный нетворс, такое опасное количество золота. Имеется, когда ты практически нафармил на Сакротреллект, но тебе все еще там не хватает несколько сотен голды. И в такой ситуации, конечно, убивать Лайфстиллера это милое дело. Но Лайфстиллеру погибать обидно. И здесь он спас, сделал все абсолютно верно. Пережил Праймал Рор, ТП. Все четко вышло. Да, ну здесь просто ФА пробивает самую малость. Там СД, так и на Эрфспирит. Эрфспирит, кажется, будут забирать. Минус Эрфспирит, а снайпер не отпускает. Дримкоил. Так, Спирит Лэнс на снайпера пытаются напасть. Террорайш на сейв. Погиб Таск тем временем. Кажется, снайпер здесь будет спасен. Еще и на развороте можно. Да, какие-то нюки покидать. Минус Рубик. Неплохо сыграно. 2 в 2. Но вот у нас так вот получилось, что две драки были одновременно в центре и на нижней линии. Ноутейл пытается дальше идти. Пробивает снайпера. Снайпер, правда, отхиливается как же жестко. И вместе с Чалисом получается забирать Фантом Лансера. Очень неудачная драка на медл-линии от команды OG. Да, был ультимейт Пака у Рубика. Был Дримкоил. Дримкоил, в принципе, неплохой. Дримкоил порвали даже два персонажа, если я не ошибаюсь. Но демажа для того, чтобы пробить снайпера, уже не хватает. У него слишком много брони. У него 14 единиц. Это на минуточку 39% физикл резиста. Лансер пока недостаточно силен, чтобы пробить снайпера. Это действительно правда. Снайпер при таких раскладах разворачивается, начинает в ответку убивать лансера. Главное просто найти настоящего, чтобы не бить все время иллюзий. Что, в общем-то, и произошло. Да, он сделал себе яшу для того, чтобы быстрее до того самого снайпера, может быть, в некоторых ситуациях добираться. Опять же, дополнительные статы. В любом случае, этот артефакт понадобится еще для того, чтобы сбрасывать себя саленс. В некоторых ситуациях, чтобы, соответственно, доделать манту после этого. И сейчас делает себе диффуза. И вот после диффузов только лишь он начнет наносить достаточный урон для того, чтобы кого-то здесь убивать. Пока не хватает. И пока мы видим, что не настолько этот ПЛ полезен. У него 1-2-1 счет. Но очередной смог от команды OG. Идет NoTale впереди, потому что, конечно, нужно ему врываться. Он может быстрее всех сократить дистанцию. Каннис Канн от команды LGD Gaming. Они все прекрасно поняли. Быстро этого Рошана забрать не получится. Хоть там и есть Солар Крест, но должны успевать LGD к этому Рошпиту. Прямо сейчас набегает четвером. Не хватает Лайстилера. Без него будет шловато, наверное. Мошады уже полетели. Так, очень опасно. Терра Райс туда. В Рошпит. Тут же раз кастом залетает Пака. Егис забирает такие чалис. Пак отлично. Игра своровала противника. Два минуса уже сделали. И Фай под фокусом оказался. И Фай в Таверу должен отправляться. Пока жив. Доплгангер. Да ладно, Фотомастер его не добивает. Мерсед Краун и Фантомастер. Очень мало КП остается. И у Лишака. Лишака добили. Это минус 3, минус 4. LGD Gaming. Воу. Вот это чтение игры. Просто потрясающе. Отличнейший скан и моментальная реакция этой команды. Залетели. Все сделали. Рошана отобрали. Егис забрали. Рошана, по-моему, тоже LGD забрали, да? Если я не ошибаюсь. Или Рошан кому достался? Рошан достался, получается, да. Рейдинза. То есть они еще и Рошана убили. Они еще Егис забрали. Они выиграли Драку 4 в 0. И это, конечно, просто шикарнейший переворот. LGD браво. За чтение игры просто 5 с плюсом. Все круто. Рожали смог очень быстро. И, соответственно, понятное дело, их на Варде не было видно. Команда лучше не успела среагировать. Террорай залетел по троим персонажам. Они порвали также еще и Dream Call от Пака. Очень крутая комбинация. И все супер хорошо сработало в этом файте. Но графики в 0. 1000 преимущества всего лишь за командой LGD. Игра очень ровная. Но, конечно, все свои преимущества уже растеряли ребята из OG. У них преимущество было около 2000. Не так-то много, с одной стороны. Но, с другой стороны, это то преимущество, которое тебе нужно для того, чтобы твои икоры разгонялись. Все же пик довольно-таки сильно зависящий от количества золота на персонажах. В это время Эми уже почти доделал себе Рейдинз. У него он почти имеет состав 50 голды. Но он зафармит этого крипа. И 100% появится тот самый Радик. И уже драться сложнее. То есть, Рахи даже без него справлялись ребята из LGD. Там Василий просто не поспевал за своей командой. А в следующих замесах у него уже будет Рейдинз. То есть, как понимаете, насколько драка 5 на 5 усилится команда LGD Gaming. Довольно опасно. Да, Рейдинз тоже появился. Ну, вот теперь посмотрим, как будет, в общем-то, страдать тот же Лишак, например. Да, Эроспир и Трубик, это понятно. Они все довольно тонкие герои. И дополнительно этот периодический урон в замесе, он всегда неприятен. Там, ну, единственное, и Фотом Лангстер, в принципе, тоже будет не очень-то и доволен. Иллюзии погибают, все погибает, все сгорает просто под этим Рейдинзом. Почему LGD очень комфортная ситуация сейчас? Если Грамба-то также будет принимать замес 5 на 5, у них есть хорошие шансы победить. Но Тейл умирает уже, получается, второй раз, наверное, за последние 5 минут. И все еще не сделал себе диффуза. Это очень печально, потому что без диффузов ты очень сильно теряешь темп. Намного быстрее можно фармить с диффузами, намного быстрее можно пробивать абсолютно всех героев. Ну и нужно. Нужно немножко похолодить, возможно, как-то с его поиграть. И те самые диффуза доделать в команде LG, перед ними драться не очень приятно. А в это время LGD. Инфест есть. Так, видны иллюзии. Не агриться, агриться на иллюзии. Чалис, Dreamcoil, неудачный божий тотел. Все за тот же, но там террорайз. И ничего не сделать. Ты просто не можешь контролировать своим персонажем, потому что он бежит непонятно куда. Как же они чувствуют эту карту LGD? Сейчас действительно практически обеспечивают себе спокойную игру. На ближайшие пять минут до того момента, как не появится диффуза УПЛа. Да и не факт, что после того, как появится диффуза, все кардинально изменится. Все же комбинация у LGD имеется. Если попадать в это время, есть Праймал Рор, папа, папа зацепили, но это только лишь Аегас. Выйдет абсолютно сложно. Красавчик. Подловил. Драка продолжается. Фаи проблемы. Фаи телекинез получает, тоже должен погибать. И плохо расхостовались. Конечно, ребята из LGD Gaming смогли вырубить Ров Спириту, но теперь нужно отступать Снайперу. Такой вот интересный Праймал Рор. Пак думал, что он спокойно залетит там, даст свой прокаст и вылетит. В общем, но Факин Мэд оказался на стороже и сразу ждал Праймал Рор до еще влета Пака. И, соответственно, реакция была моментальной. Молодец, Факин Мэд. Круто все сделал. Ну и в общем, LGD у так, насколько, что называется, победить не удалось. Если бы сейчас, очевидно, LGD выиграли драку на 5-4-0 или 5-1, то вернуться LG было бы невероятно сложно. А так пока вполне боевая ситуация. Хоть и по фрагам все еще отстают LG, но по экономике отставания особого нет. Все, окей. Эмми фармит уже очень быстро. Соответственно, OG. No tail. 500 голды до диффузов. Если его еще раз убьют, то это просто будет Габелла. В это время есть Браммал Мэйс по Лишраку. Залетает также еще и Кирсет Краун. Лишрак каким-то образом жить в этой ситуации. Закатывается в это время тускор уже на Хиграун. И снова здесь же как же больно всем. Залетает от того самого Лишрака. Лишрак все еще живет. Поднимает также еще и Вьюл. С4, С4. Долго жил, но все же отправляется в таверну. Правда, не так много зарядов в Бладстоуне он потерял. Потому что получилось здесь сделать минус 3. 3 дополнительных зарядов в Бладстоун. И уже осталось всего лишь 10 зарядов. Это не так приятно. Но с другой стороны, если бы он этого не получил, то осталось бы всего лишь 8. Они двоих убили. Да, убили двоих. Но еще, насколько я помню, Лишрак должен был еще где-то получить один заряд. Потому что тогда бы у вас стало еще меньше. А так, НСВ пошла, Open Bounce. СВ пробивает. Праймал Рор. Отличный от Факин Мэда. Пак пытается помочь. Камешек дальше. Стан, ну невероятно долгий, конечно. Ничего не сделать. Пак получает Саленс. Также погоня пошла за Чалисом. Чалис. Станчик еще один. И накрыло. Ну вот тут череда взаимных ошибок, конечно. Сперва подставили суппорт LGT. Потом погибли кор-герои команды OG. Теперь кор-герои команды LGT. В ответ также отправились на верну. Ну и пока довольно серьезные качели. И уже 12 заряд Бладстоуна. Вот после Бладстоуна действительно не нужны диффуза никакие команде уже не нужен. Там, я не знаю, какой-нибудь еще блинк на Бестмастере. Им был нужен Лешак. Им был нужен Бладстоун. Супер много дэмэджа СВО выписывает в последних файтах. И уже обгоняет по Нетворсу Фантом Лансер. На секундочку. То есть это изначально задуманный Лешак под третью позицию. Но в итоге он выбирается чуть ли не на первое место по Нетворсам. И по дэмэджу, которым нанесен за последние пару файтов. Но ПЛ. ПЛу все же нужно доделать. Нужен артефакт. И появляется также еще и в мыслях у него Блэк Кимбар. СПГБ тяжеловато. Это вот эта вот комбинация Dreamcoil и Terrorize. Буквально вчера мы видели подобную стратегию от команды. По-моему, даже от OG самих. То есть они подобное пытались изобразить. У них не получилось победить. Но это выглядело жестко. Потому что в более поздней стадии игры на что будет делаться расчет от команды LGD Gaming. То есть ПА купит себя Аганим, ставит Dreamcoil и Terrorize. И каждый из персонажей, кто попадет под этот Dreamcoil и Terrorize, он получит 4,5 секундный станд. Это очень много. В драке за 4,5 секунды снайпер расстреляет просто всех. Поэтому даже если сейчас в LGD где-то что-то не получается, в лейте у них все равно какая-то лютая комбинация для переворота будет присутствовать. Но так как уже, я напомню, они уже только комбинации играли сами, поэтому они должны понимать, кого фокусить в итоге и как не подставляться под такую синергию способностей. Да, Мэтт в это время Shadow Blade. Shadow Blade, правда, скоро закончится. Уходит с нижней линии. Прекрасно понимает, что готовится к пушу LGD. Продолжает фармить во вражеской части карты Phantom Lancer, забирая теншитов. Хочется поскорее сделать этот Blacking Bar, потому что без БКБшки его просто не щадят. Тот же самый Tuscar контролит очень хорошо. Та же самая Dark Willow плюс ПАК. Обходят все временем ребята из LG. Сейчас в спину к LGD будут заходить. С вышку еще не допили. Интересная атака может получиться. Первый подставляет среди Dark Willow. Быстро должна забрать. Им реагирует Rage. Open Bounce пошел наносить какой-то урон. Джерек закатился, камешек дал. Его там тоже пытались расстрелять. Укатывается сам. Rolling Bolder и Snowball. В разные стороны Silence. Dreamcoil поставили неплохой. Лишили жизни Лишака. Сон назерется до последнего. Все-таки удалось убить снайпера. Мало ХП. Остается у команды LGD Gaming. Кажется они будут терпеть крах и поражение в этом сражении. Минус таск. Остается в живых лишь только Чалис. Камень, камень. Камень прямо сейчас. Элизори Орб. Спирит Лэнс должен задоджить. Доджи с помощью Элизори Орба. Уходит на него. Покойно продолжается. Silent Surna Shadows. Еще один камешек. Пак погибает. И это драка выиграна командой OG. Хороший. Отличный просто заход за спину. Получился под смоками. И LGD такого не ожидали. Ну и самое главное до снайпера добрались. Это прежде всего. Снайпер погибает. Снайпера не было БКБ кажется. И удалось его уничтожить. Хоть он нанес больше всех урона. Воу-воу-воу-воу-воу. Не ожидал я такого исхода событий. Но это девайп от команды OG. И они уже имеют преимущество. В данном противостоянии. 21-21 счет. Карта неимоверно равная. И OG собрались. OG действительно могут эту карту выигрывать. И возможно придется им все-таки играть переигровкой против Вич Гейминг. Но мне кажется, что все-таки для OG данное противостояние чуть больше. Более принципиально. Все же вылететь с турнира это не так страшно. Как играть там какой-то еще дополнительный матч. Дополнительное Best of 3 противостояние в плей-оффе. Перед плей-оффом соответственно. И сложно. Сложно приходится LG. Потому что действительно очень хорошо OG влетели в этот файт. Там отличная игра от Рубика. Рубик уже второй раз ворует ультимейт Пака. Ворует Dream Call. И ставится Dream Call очень даже хорошо. Ну и плюс еще Мэтт. Вот сейчас пытается накричать. Не получается у него ничего сделать. Кирст Граунд по нему. И Мэтт умирает. Ну немного не туда зашел. Забайтил их снова. Просто на этот Сентрик. Факин Мэтт очень хотел сделать фраг. Напомню, что предыдущая драка начинала с того, что Бестмастер вместе с своей командой быстро напали на Дарквиллу. Ее уничтожили. Драк удалось выиграть. Здесь нечто подобное пытались сделать OG. Но Сентри. Сентри и Х снова он себя забайтил. Красиво получилось. Два фрага теперь достается коллективу LGD Gaming. И эти качели они продолжают стать. Вот казалось бы, выигран замес в чистую команду OG. Но тут же потери. Тут же два фрага они отдали вновь. И позволяют LGD в общем восстановить баланс экономики по фрагам. Снайпер все еще топ-1. Есть БКБ, есть Молнии, есть Мом. Там дальше Мьолнир. Но Снайпер становится, конечно, довольно опасным парнем. В следующие разы, когда будут на него нападать, он может просто включить БКБ и расстрелять абсолютно всех с этими молниями. Ну, ну, вчера был матч как раз на против Спирит. И Дэнди играл на Снайпере. По-моему, там игра затянулась чуть ли не на два часа. Вот так что здесь что-то подобное тоже может произойти. Ибо матч еще очень принципиален для обеих команд. Рошана забирает время LGD Gaming. А Егис на этот раз достанется им и Сыр в том числе. Ну и прошлая Егис мы тоже помним. Достался ребятам из LGD. Они как раз таки обокрали LG. Так что с Рошанами в этой карте LGD чуть получше ситуация. Здесь LG даже не догадались, чем занимается противник. Но и драться будет тяжелее. Почему? Потому что опять же Егис Сыр. Сыр достался, кстати, Снайперу. Убивать его придется дольше. И это неприятно. Пак у нас с тем временем делает Линкен Сферу себе. Кстати, это хороший очень выбор. Вообще, Линку здесь можно покупать не в единственном экземпляре в команде LGD Gaming. Потому что вот эти вот телекинезы и Праймал Роры в первую очередь, конечно же. Какие-то Юулы. Вот Праймал Ророр. Опять, посмотри, что происходит за филером. Окей. Окей. Это Эгис. Кстати, Терра Райс шикарный. Просто по всем Эйм. Раскачегаривает свой рейдж. И пошел вперед. Убивает Террф Спирит. Тут же Юул. Лешак тоже входит в битву. Знает, что скоро рейдж закончится. Есть Валарас Панч. Сфон на развороте по F5. Стан прописал неплохо. Террфилу тоже погибает. Один в два. Доман. Хорошо. Эйм. Рейджа пока нет. Рейдж через секунду. Буквально рейдж на развороте. Опенбанц будут. Но он теряет свой Эгис. Снайпер здесь. Добирается до него. Мы видим тот Тейл. И как же быстро его стирают. Боже мой. Несмотря на его блокинг бар. Просто убили. Эйм переродился. И его уничтожили тоже. Трипл килл байдно Тейл. Фантом Ланси обносит неприличное количество демоджа под Бестмастером. Это просто жесть какая-то. Как же он быстро съел этого снайпера. Эту драку запрещено показывать вам. Друзья. Если вам нет 18 лет. Пожалуйста. Выключите ваши мониторы. И включите их буквально через 10 секунд. Но это просто что-то с чем-то. Команда LGD снова терпит крах. Отличное использование ультимейтов от коллектива OG. Вроде все хорошо начиналось. Потому что Миреско там прокинул стан. На точность вот террорайз практически по всем. Но в итоге OG смогли вернуться. И Фантом Лансер начинает разваливать. Ноутейл пробивает миличный барак. Такими темпами можно лишиться стороны. Команде LGD еще не будет 30 секунд снайпера. Драться с Ноутейлом сложно. Прожимает БКБшку. Делал телепорт на базу. Никто не сплит пушил. Но просто специально это сделал. Для того чтобы никто его хотя бы не добил. Потому что все эти мейты уже отсюда отошли. И надо было обеспечить себе 100% отход. Из этого файта. Казалось бы Фантом Лансер там практически нет урона. Там смотришь на него. Ну что это там диффузы какие-то и Блэкинг Бар. Но на практике конечно. Когда у тебя есть в команде такой персонаж как Бестмастер. Когда у вас в команде есть Солар Крест. Вы даете дебаф на фокус. В частности на снайпера. Потом Лансер бьет своими иллюзиями. Бестмастер дает вам еще и пассивку Иннербист. Которая увеличивает вашу скорость атаки. И суммарно это приводится к тому. Что снайпер даже и 4 секунд в драке прожить не может. И там не важно есть у тебя Блэкинг Бар и Мьолнир или что-то подобное. Тебя просто сгрызают иллюзии сам Пэйл. И снайпер думал что окей у него все в порядке. Действительно все неплохо по Нетворцу. Но видимо нужны какие-то другие айтемы. Держать еще лучше позиционку и вообще под Фантом Лансера не подставляться. Может быть в этой игре стоило играть как-то через Shadow Blade. Чтобы маневрировать. Через Блинг. Ну я не знаю. Потому что сейчас в открытом поле он явно не соперник Пэйлу. Ну а снайперу еще и линка тут нужна прежде всего. Потому что залетает по нему ультимейт от Биста. И вообще ничего сделать не получается. А Бист причем все-таки с Shadow Blade. И он может сокращать дистанцию с снайпером еще в инвизио. Да нет. А Прайбл Рордж пользуются на ластилеры все время. Они держат его в рейджах. Они не позволяют ему за рейдж драться. Это очень важно. То есть на снайпер нет смысла даже тратить этот рейдж. Потому что с Фантом Лансера снайпер и так съест. Смысл не в этом. Смысл в том, что снайперу нужно вообще не подставляться под иллюзии и под ПЛ. Вот это прежде всего. Как это сделать уже вопрос другой. Фантом Лассер ласт пиком от команды OG зашел идеально. Просто идеально. Лучше не придумать. А к ним следующим артефактом от пака. Сделал все-таки линку. Чтобы его тоже не получалось вот так вот легко контролить. В это время пыталась там Дарквилл уже чуть ли не свой ультимейт кидать. Не свой Террорайз. Но Террорайз в итоге она все же сейвит. Понятное дело. Это просто поиграть с анимацией самым малость можно. В любом случае, если ты играешь на Дарквиллу, если ты сыграл 3-4 Крик в пабе, можно легко понять, что анимация у Террорайз такая, что легче его раскинуть заранее. Ей легче попытаться прицелиться сначала, кинуть первый Террорайз, примерно понять, что ты им не попадаешь, и кинуть второй Террорайз уже 100% правильно. Извините, я говорил сюда, не Рейдж тратить снайпер, конечно, а Праймал Роар. Прежде всего это очень важно. То есть Праймал Роар тратится именно на Лайфтиллера для того, чтобы он стоял в своем рейдже и не мог наносить урон. Ну а снайпера ПЛ загрузит и так. Ну вот, смотрите, линкенсвера повесили на мэйбе, и теперь несколько другая тактика от LGD Gaming. То есть снайпер отправляет вперед под линкой, таким образом старается развести там на какой-то Праймал Роар, чтобы он ушел в линку, а FY потом с Лайфтиллером в бой зайдет второй волной. Ну не знаю, насколько, конечно, это выгодная стратегия. Снайпер все-таки, как мне кажется, сейчас побольше дэмэджа будет вносить за мэйс. Сделать бы Чалесу сейчас какой-нибудь Лотос, потому что, ну это будет реально очень круто. Это будет хорошо смотреться, что против Эрспирита сбрасывать Сайленс, что против того же Бистмастера. Он не прокинет на себя, на тебя уже так просто, ультимативную способность. Ну и Лотос явно нужен команде LGD, он может действительно хорошо помочь. Но пока мы его даже в задумках не видим, ни у кого он не лежит в квикбайе. Он только лишь форстаф у Рубена. Ну, Рубик, кстати, правильно делает. Он планирует сделать форстаф для того, чтобы сейвить снайпер, для того, чтобы сейвить Лайфтиллера. Хотя, конечно, в таких ситуациях, когда... Ой, извиняюсь, Рубик. Рубик это все-таки команда LG. Да, флай и флай исполняют на Рубике, тогда нет. Тогда еще никто не делает форстаф у команды LGD. Но надо каким-то образом все же Лайфтиллера и снайпера сейвить. А Рубику форстаф нужно для того, чтобы быть более мобильным, быстрее воровать ультимейта. Ну и в некоторых случаях, опять же, можно Нотелла немножечко к драке пододвигать. Можно подкидывать еще и Лешака, если вдруг что, потому что у него никаких эскейпов не имеется. Блинк Даггер он себя не делает. Ну и S4 вместе с компанией уже идет в Смоках, пытается кого-то найти. Там побежал на Шрайн Фантом Лайнсер. И очень быстро смог тот же самый Шрайн законтестить. Смоук спалился или нет, очень вопрос. Скорее всего, понимает уже LGD, чем здесь занимаются OG. И стоят на хиграунде. Стоят, пока что сейвятся. Ключевой момент, конечно, это здесь, кто первый будет нападать. Ребята из OG или LGD Gaming. Потому что в случае нападения от самих LGD, там можно будет, в общем, очень быстро разорвать противника под фокусом. Да, вот таким образом, конечно, нападали на Лешака. Просто они сейчас не всей командой накидывались. Ну и опять же, вот комбинацию провернуть через Пака и через Террорайз от Dark Willow. Но если нападают сами OG, то тут уже о некоторых позиционках речи быть и не может. Но форстаф, кстати, это неплохая такая идея, да? То есть вот накупить форстафов с суппортом команды LGD. Может быть, не только с суппортом. Там тот же, по-моему, снайпер еще не приобрел себе пику даже, да? И таким образом просто таким... Ну вот уходить от PL, не знаю, использовать на него пику. Разрывать эту дистанцию, делать ее больше от фантом-лансера. Пока сложно что-то такое вот оптимальное предложить, как действовать LGD. Да, OG был нужен форстаф именно для того, чтобы спасаться из тех же шардов. Обычно там закрывают одного персонажа, так что, в принципе, одного форстафа в некоторых ситуациях достаточно. Все остальные вроде довольно-таки мобильные. Но команде LGD действительно нужен подснайпер. Но мне больше нравится... Ну, что подснайпер, что под ластиллера, от всех этих направленных скиллов. Мне больше нравится лотус, чем форстаф. Форстаф, понятное дело, более дешевый вариант. Можно там Dark Will, например, форстаф придумать, хотя она делает себе Ghost Capture. Лотус, к сожалению, не спасает от PL. Вот это вся самая главная особенность, да? Потому что уничтожает людей кто? Фантом-лантер. И накидывает и лоту-сорт на себя. Не накидывает и лоту-сорт на себя. PL-то все равно будет грызть. И вот в этом вся трудность. Тут надо решать принципиальный вопрос с фантом-лантером. Этот вопрос могут решить все еще пак. Но паку нужен аганим. Что там мучается по аганиму? Он только планирует себе приобрести этот заветный артефакт. Потому что там у фантом-лантера есть БКБ. Обычным Dreamcoil ты его не остановишь и ничего ему не сделаешь. А вот Dreamcoil с аганимом это такая ультимативная контра, я бы сказал, даже против PL. И если в драке ты на 4,5 секунды его обезвредишь, тогда снайпер, конечно, расстреляет. Фантом-лантер, возможно, даже грызет. Вот, смотрите, лайфтиллер даже купил в этой игре блокинг-бар. Чтобы у него был и рейдж. Во время действия рейджа он постоит в Праймал-роре, например, да? Не сможет наносить какой-то урон. А потом он прожимает БКБ и идет вперед. Интересное решение Тейма. Не каждый день и не всегда на про-сцене мы можем увидеть, что лайфтиллер, имея встроенное БКБ, будет покупать себе еще одно БКБ. Понимаешь, что нужен сейф. Очень сильно нужен. Вот, смотрите, сами они в атаку отправляются прямо сейчас. Чалес видит иллюзий на иллюзии, агриться в этот раз нельзя. Противник тут тоже неплохая позиция у команды OG. Факинмен, правда, позволяет им выйти слишком далеко. Тут же на него атака пошла. Форстафы массовые. Dreamcoil разрывается. Может быть, не самый удачный. Но PL скоро зайдет в этот замес. Бессмастер впитал абсолютно все. Прайм-Удрор успел расставать даже. Но Тейл дерется против Мейб, и пока неплохо с ним сражается. Но Тейл или Снайпер. Но Тейл здесь выигрывает это сражение. Снайпер в тавернию, но Фантом Матя тоже погиб. Один в два. Эйм. Ну вот теперь с ним будет расправляться Джеракс. Эйм скоро у него там откатиться способности. Опен-баланс уже накинул. Тут же Юл играется пока с лайфтиллером Джеракс. Надо переждать время действия Рейджа. Потом отхитываться камешками. Спот тут как тут. Работают его ультимейты. Байбеки использовали команду LGD. Это знают ребята из OG. Есть смысл отойти. Да, такое очень интересное противостояние. PL против Снайперов в драке. Там лишь только чудом PL убивает первым этого Снайпера. Но и драка все-таки LG выигрывает. За счет байбеков, да, действительно потеряли LGD. Довольно-таки много золота. Ну и байбеков теперь не будет иметься на Тускари и Дарквиллу. А Рошан уже очень скоро. И прекрасно понимают LGD, что этого Рошана им терять нельзя. Через 40 секунд появится PL. Через 35 секунд появится Снайпер. Нужно дождаться появления своих коров и после этого уже хоть каким-то образом контестить. Ну почему драка была вот так явно навязана командой LGD? Потому что OG примерно понимали, что Рошан уже возродится очень скоро. Что потребуется им хоть каким-то образом на этого Рошана выходить. Но не знали точного тайминга. И точный тайминг, ну, понятное дело, ты никаким образом издоров не знал. Мы его знаем. Ой-ой-ой. Рабл Мейс, конечно, там Shadow Realm. И просто эту девочку, эту феечку убили прям ее Shadow Realm. Как же неприятно и больно фраг. И после байбэка их снова был. Это вообще, конечно, грустно. Сейчас появится Phantom Lancer. И ребята из OG смогут спокойно забрать себе Рошана. Да, это очень грустно. Это прям вот невероятно грустно для команды LGD. Потому что действительно они таким образом могут потерять эту игру. 17 тысяч уже имеется преимущество за командой OG. И они будут пытаться это преимущество увеличивать в ближайшее время. Оно возрастет. Эйм опасно. Телекинез внезапно. И отфлайд. Тут же подправим урор. Снайпер пытается расстрелять сейчас. Ластильник, кажется, будет какое-то время жить. Потому что Таск его сейвит с помощью Сноубола. Сноубол ответная от Рубика прямо сейчас. Но снайпер запкусили там. Где-то позади. Снайпер думал, что он спокойно сможет стрелять. Но нет. Но Тейл тут как тут он не отпускает. Таск минус. Эйм все еще дерется под Блокинг Барон. Он пытается какой-то урон нанести. Его кайтит. Его разводит. Бедняжка Эйм один против всех. И он отправляется в таверну. Прямо сейчас. Минус 4. От ЛГ внезапная атака. И какие же дивиденды получает этот коллектив. Байбэк от Лайфстилера. Это чередой байбэк от команды LGD Gaming. ЛГ конечно же просто спокойно пойдут на Рошана. Зная, что нет снайпера. Они заберут себе сыра Егис. Там кажется еще и рефрешер шард будет с этого Рошана. И LGD просто дают надежды на победу и на камбэк в этой карте. Круто делает все OG. Я вот прям вспоминаю тех самых OG, которые знали, когда нужно участвовать в замесах. Знали, когда нужно нападать и как нужно фокусить. И это они сейчас демонстрируют на очень высоком уровне. OG не теряет практически времени на Рошане. Но это Рошан с рефрешер шардом. Что очень важно для того же самого Бистмастера. Бист может прокрасовать два ультимейта. За эти два ультимейта можно легко зафокусить того же Лайфстилера. Абсолютно без проблем. Если на него не будет вешаться линка. Главное, чтобы ультания улетела именно в ликад сферу. Но и OG все же решили не заходить на ХГ. Понятное дело, времени там уже практически после того, как забрали Рошана, не хватает. Хотя была возможность сломать Тер-3. После этого уже идти на Рошан. Но решили, что Рошан все-таки намного важнее. Надо его 100% забирать. Вместо того, чтобы рисковать, забирать Тер-3 Тавр. После чего стягиваться туда и иметь шанс отлететь от команды ЛЖД именно в Рошпите. Все-таки в узком пространстве файт принимать это неприятно. Да и Мереско может прокастовать Райз, просто прыгнуть туда, к какому-нибудь паку и Аига забрать. Ну что там? Который шарт достался мне вот это интересно. Рефрешер для бестмастера? Бестмастер, отлично. Да, два Прайма Урора может залететь. Некрономиконов вызываешь. Туда-сюда еще Аганим хочет прикупить себе Факин Мэд. Но я не знаю, бестмастер, конечно, в этой карте просто какой-то чумачечий. Герой, который пошел в центр. И Факин Мэд показал, что он умеет на нем катать и понимает все тайминги. Мы вспомним даже стадию Early Game. Когда он использовал свой ультимейт практически по кулдауну и делал минусы. Прям шикарная реализация этого персонажа, на мой взгляд. Все круто получается. Ну да, преимущество теперь уже около 25 тысяч. Ну и все, что теперь нужно сделать. Выиграть еще одну драку и закончить эту игру в свою пользу. Это не так просто сделать, когда противник полным составом на своей базе готов к этой атаке. Мы это понимаем. Понимают это ребята из OG, поэтому не торопятся. Но все же наличие сыра, Yigis и Refresh Shard их будет подталкивать. Jarex снова играет со своим соперником. Использует какие-то нюки, там мы видим. Ну вот отдавать Earth Spirit команде OG, это по-моему ошибка. Это очень серьезная ошибка, потому что Jarex на этом персонаже просто один из лучших. Может быть даже лучший в мире. S4 пытается зацепить. S4 очень пробит. Но S4 имеет Саигис, он ничего не боится. Ему бы сейчас стиль со сурной и очередной раз попытаться зайти на хигграунд. В этот раз уже под ультимейтом, там дамажив какого-нибудь ластилера или что-нибудь подобное. Залетает в это время Сайленс Стан по Аме. Аме пытается хоть каким-то образом пробить OG вражеские строения, но есть Глиф. Снайпер пытается отстреливаться с огромной. Split Push это то, чем сейчас OG хотят выиграть, что называется на халяву, не принимая участия в файте. Это правильно. То есть мы одновременно грызем и верхнюю линию, и центральную линию. Мы видим, что где-то оборона команды LGT дает треск. Потому что видим, что в центре уже Тир-3 упало, там дальше бараки будут страдать в топе. Фантом ластер, тут внезапно подцепили, телекинез, расхистовались. Кстати, Фокин Мэтт под фокусом оказался очень неприятно. Тут же Форстаф использует, Сайпер расстреливает. Ой-ой-ой, вот это станчик. Вот это станчик по всем для команды LGT. Неплохо получилось. Тут же пошел вперед Фантом ластер. Прожал сыр, но Тейл. И сдерется с Мэйби. Снайпер не справляется с таким Бэйлом. Очень быстро убил. Эйм, может быть, тоже получится забрать. Получится или нет. Бэйбэк от Бэйсмастера, он уже туда сут. Сама же ультимейтом. Бэйсмастер сейчас подтянется. Он использовал ТП, что на свою святыню и скоро придет. Нужно показать его команде. Жить, жить, жить. Пэл, жить. Самое главное, Пэл вроде как пока что отсюда уходит. Хоть каким-то образом было бы неплохо забрать еще и Эйма. Приходят все-таки Бэйсмастер, Бэйсмастер пока еще довольно-таки далеко. Нужно бежать сюда поскорее. Убирает все-таки Лешрак. Это минус СФО, нужно бежать. Все, файт уже. Ну, зайти на ХГ здесь не получится. Развели на байбэк Снайпера. Это очень неплохо. В размен на байбэк от Бэйсмастера. И я бы не сказал, что Бист прям вот настолько будет обидно, если умрет в ближайшее время, останется без байбэка. Если он прокастует свою ультимативную два раза. Если он этого не сделает, понятное дело, будет уже все не настолько хорошо. Но вот без Снайпера драться команда LGD вообще не может. Если его снова будут вот так же быстро фокусить. Если снова Пэл будет прыгать куда-то за спину и мейбе очень быстро пробивать. У LGD просто не останется шансов. В этот раз повезло. В этот раз действительно неплохо отыграл их снова. Там залетел, скажешь, от крауна стан по-моему по-троим или что-то вроде того. Но я думаю, что второй раз LGD так и поставится. Покажи Пака, пожалуйста. Пакак они покупают только сейчас. Я вот ждал, когда же этот столь необходимый артефакт у него появится в инвентаре. Появляется только сейчас. Ну, окей, пока LGD, конечно, сдержали натиск. Там 4 балл рака у них голых осталось. Но противник был изгнан из своей территории. Еще один замес будет. Посмотрим, как там этот замес проведут ребята из LGD. Снайпер вот только сейчас подумывает о том, что ему нужно все-таки доформить себе этот форстаф и сделать, наконец, пику. Когда он купил себе уже кучу других айтемов. Ну, потому что, да, допрыгивает на тебя ПЛ, но надо от него отойти. Драться напрямую ты с ним не можешь. Мы видели, что фантом-лантер прямо за секунды снайпера съедает. Надо от него оторваться и издалека уже расстреливать. Это понимает только сейчас снайпер. Успеет ли купить форстаф? Наверное, все-таки успеет. Посмотрим, как это зарешает. Но с одной большой разницей. Во-первых, у товарища фантом-лантера появляется прямо сейчас сатаник. И как бы там снайпер его не бил от снайпера, сам будет отъедаться ПЛ. Причем делать это очень быстро. Это раз. Второе, конечно, нулифайр. И Earth Spirit, мы знаем, может начать драку с того, что он просто нулифайром вырубит кого-нибудь. Какого-нибудь лайстилера, какого-нибудь снайпера. И тогда уже, конечно, вообще ничего не спасет. Какие артефакты ты уже не прожмешь. Опасная очень ситуация. LGD Gaming из последних сил ребята борются и держатся. Проигрывают, конечно, баснословные 24 тысячи. И бараки у них тоже потихоньку начинают страдать. И вот они OG. Абисмастер в этот раз желательно бы использовать ультимейт хотя бы разочек. Снова сплитпуш мы видим. Фотомастер гонит свои иллюзии по верхней линии. В центре орудует СФО. Ну, снизу там сами крипы идут вперед. Смог от команды LGD. Так, возможно, будут нападать первыми. Это очень интересно. Сейчас очень многое зависит от того, как сыграются баг вместе с Dark Willow. Эта комбинация может помочь им продержаться еще чуть-чуть. Чалли здесь. Ну, и на тейл уходит. Теранайз потрачен. Просто Dreamcoil в никуда. Ай-яй-яй. Ну, я не про эту комбинацию говорил. Ну, Лифлайер, Ластилера, бедняжка. Но тут Сноубол. Тут Сноубол. Таз пока сэвит. Праймал Рор тем временем пошел. Dark Willow фокусят. Dark Willow сейчас будут уничтожать. Это в таверне. Рефлеш. Слыша использует байбэк. СФО расстреливает. СФО нужно уходить. Шивас Гард активирует и уходит на безопасную дистанцию. Ассасинейт не добивает. Последняя сторона. Последние бараки остались. Врывается. Хорошо. Шо Мэтт очень быстро забирает Dark Willow. Дальше драться. Дальше цеплять пак. А Джеракс откидывает со станчика. Можно будет еще видать Саленс. Залетает стан по паку. Чалес очень долго живет. Но все же это минус. Три стороны от команды Оу-Ж. Это мега крипы. И Оу-Ж можно отойти после этого. Им спешит некуда. Хотятся притащить Ускара. Почему бы и нет? Чалес прыгает дальше. Эйм. Начинает пробивать хоть каким-то образом. Рубика. Но в итоге его просто кайтят. И не наносят дэмэдж за стилер. Вот можно будет посмотреть статистику после игры. Я почти уверен, что дэмэджа у того же самого Ластилера будет не настолько много. У Снайпера, конечно, понятное дело, будет намного больше. Мэйби. Хоть что-то будут пытаться делать. Да, у него есть Мьёльнер. Он готов к дефу хэйграунда. Даже к дефу мега крипов. Но Оу-Ж давит слишком сильно. Слишком жестко это все смотрится. 30-тысячное преимущество за команду Оу-Ж. Но мы уже видели вчера, как Нави, например, это 30-тысячное преимущество отдали команде Team Spirit. Может быть, и у Оу-Ж получится это каким-то образом сделать. Честно говоря, довольно-таки сложно. Да, непростая ситуация. Тут даже какая-то рапира не особо спасает. То есть Снайпер, конечно, ее приобрести можно. И Сомнус ничего не остается, как подумывать о покупке рапиры. Но мы понимаем, что это не Луна, это не гирокоптер. Ты одновременно всех этой рапиры не продамажишь. Только по одному, если будешь сливать. Поэтому это не считается каким-то ультимативным решением в данной ситуации. Конечно, ЛЖД сдаваться не хотят. ЛЖД все еще есть мечты занять в группе топ-1, топ-2. Они борются, хватаются прям за эту карту. Но шансов все меньше и меньше. Поглядим, поглядим. Пока еще. ГГ не написано, значит, игра продолжается. А Салт Керас есть у Ластилера. Он теперь больше исполняет роль такого танков. То есть у него БКБ, Солар, Кераса. Все для того, чтобы идти вперед, впитывать в себя кучу урона. И стараться быстрее погибнуть. Он минус фармор еще должен. Для пространства для снайпера. Ну и очень многое зависит, опять же, от пака. Я не знаю, в предыдущей траке они отвратительно все сделали. Дримкоил ушел просто в молоко. И вот так распоряжаться своим ультимейтами нельзя. Так, дело в том, что не только Дримкоил ушел в молоко. Ушел еще и Террорайз. И таким образом, конечно, файты ты 5 на 5 не выигрываешь. Это была критическая ошибка от команды ЛЖД. За это им испушили две стороны. За ошибки команда ОГ наказывает своих оппонентов. Тут все абсолютно закономерно. ОГД это все же не команда какого-то там Тер-3 уровня, которая будет, я не знаю, заниматься всем не по ситуации, а просто вот как они придумали, как они скоординировали. Там пушить, пушить и пушить. И может быть там запушить Тер-3 и отойти. Так они и делают. ОГ, понятное дело, увидели, что использованы два ультимейта, два ультимейта использованы в молоко, и им можно дальше трасса, и можно выигрывать. Эйм зацепили, очень неплохо. Есть Праймал Рор, конечно же, Террорайз неплохой, залетает по двоим, но Эйм уже умирает. 120 секунд на этой карте не было стилера. Опять Тримкоил, окей, на Фантом Лансер. Он, конечно, 4,5 секунды стан на своих получает. Тут же Форстаф и сейвит его. ПЛ не добивает, но Тел разворачивается. Фантом Раши начинает F5 грызть прямо под фонтаном. Если нет танка, убивают снайпера и соглашаются с положением ребята из LGD Gaming. Ну что ж, браво, LG. Они сами себя прямо сейчас вытащили из этого дна, из седьмого места, я бы даже сказал. Ну, еще, конечно, не до конца вытащили, но они сделали первый шаг к тому, чтобы не вылететь с этого турнира после этой карты. И это, конечно, героическая победа от команды LG. Играли против невероятно сильного оппонента, против LGD, одной из лучших команд Китая, и с ними справились. Ну, тут только можно лишь аплодировать стоя за такое исполнение. В принципе, играли действительно хорошо. То, что мы видели от LGD в первый игровой день, в второй игровой день, многие эту команду похоронили сразу, сказали, ничего им не светит. Они, предыдущие миноры, мажоры выступали плохо, но вот кажется, к концу групповой стадии этого турнира, этого мажора, они завелись. И завелись не на шутку. Да, уже, безусловно, нужно выигрывать команду Vich Gaming. И кто бы мог подумать, что китайский коллектив, который недавно сражался за топ-1, может вылететь в групповой стадии. Абсолютно никто. Тут тот же, да, если так вспомнить, в групповой стадии они уже переигрывали Vich Gaming. Тут еще, кстати, к ним могут присоединиться и Ньюби. Там будет три команды на переигровках за седьмое место. Это тоже довольно важно. То есть это все будет зависеть от того, как сыграет Ньюби в последнем матче против Liquid. Поэтому тут в группе еще, друзья, абсолютно ничего не понятно. Ясно только то, что LGD выбивают из войны за первое-второе место. Ну, на текущий момент, как минимум, да. Если Liquid и Optic в свои матчи не проиграют, они будут топ-1, топ-2. Ну, в общем, друзья, в этой группе еще пока ничего не ясно. Следите за результатами этих матчей, потому что у нас впереди еще две игры. Optic King Gaming и Liquid Nьюби. И там все уже расставится на свои места. И, скорее всего, друзья, переигровок нам не избежать в этой группе. Да, ну, собственно, то, о чем я и говорил по количеству дэмэджа от Lifestealer. Примерно то и получилось. 23 тысячи. Его отлично кайтили OG. Ну, и в итоге там пара критических ошибок. Возможно, даже на графиках где-то видно. И команда LGD действительно лишается абсолютно всего своего преимущества. Лишается двух сторон. Появляются мега-крипы. И OG их переигрывают. Что ж, друзья, очень скоро уже начнется следующая наша встреча. Пока что мы уходим на небольшую рекламно-музыкальную паузу. Буквально 10 минут, друзья, послушаем музыку. После чего уже будем смотреть за следующим противостоянием. LGD. Все еще имеют очень хорошие шансы на то, чтобы выйти. Вот так.